Всем большой привет! Давайте сегодня по традиции уже посвочим новинки в Sephora. Как вы видите, у входа, как обычно, уже выставлены новинки от Charles Tilbury. Это матовые комфортные помады. И здесь получается 6 оттенков, на самом деле больше, но 6 тестеров было доступно, и я их посвочила. Honey Blur это справа самый первый. Затем такой идет красный с холодным подтоном Ruby Blur. Plain Blur это такой очень теплый оранжевый оттенок. Затем у нас идет второй справа это Pillow Talk Medium Blur. И третий справа это Pillow Talk Blur. А далее идет Walk of No Shame. Что вы думаете об оттенках? Если бы я покупала, то, наверное, я бы остановилась на Pillow Talk Blur. Но я не большой фанат матовых помад, даже комфортных. Поэтому мне легко это пропустить. Кстати, они тинтуют. Причем все, кроме Pillow Talk. Как-то странно, может потому что он просто светлый и не так уж это заметно. Так, очень много продуктов для губ здесь представлено. Видимо, они пользуются популярностью, люди их часто покупают. Rose Ink, кстати, тоже выпустили свои матовые комфортные помады. Здесь 4 оттенка, 28 долларов. Давайте их тоже посвочим. Здесь такой бежевый Kiss and Part of Stars. Такой розовенький, больше такой муф. И Colossus тоже выпустили свои помады увлажняющие. Итак, давайте посмотрим на помады здесь. Красная, мне кажется, все очень-очень, очень, как по мне, мне кажется, очень такие носибельные оттенки. Для тех, кто любит красный, для тех, кто любит нюд. Итак, вы мне писали в комментариях как-то, что вам нравится очень вот эта палетка Soft Cashmere от Dior. И я решила, все-таки я увидела ее, решила посвочить. Самый светлый, очень-очень прозрачный, такой сияющий оттенок. И шиммеры, один матовый, темно-коричневый. В принципе, такая очень-очень базовая палетка, но я пока не решилась на покупку. Здесь 4 оттенки. Здесь 4 оттенки представлены Nude Dress. Затем Mitsa. Такая более теплая палетка, но тоже с розовым для баланса. Plum Tutu. Итак, те румяна, которых вы мне все уши уже прожужжали. Поэтому давайте мы с вами все-таки их посвочим сегодня. Больше всего запрашивали именно Rose Wood. Вот такой вот оттенок. 2 у них были основной коллекции, и еще 4 сейчас добавилось в коллекцию. В частности, вот этот Rose Wood. Самый вообще затертый тестер, который было очень сложно усвочить. Только на пальцем он показывает, вообще не передавался на руку. Но я думаю, это связано с тем, что просто очень сильно затертый тестер, потому что с другими оттенками такого не было. Итак, вот он рядом с оттенком Pink. Pink это основная коллекция. И справа это Rose Wood. Конечно, как вы видите, очень разные оттенки. Rose Wood более такой темный, более какой-то такой природный, что ли, оттенок, ближе к природе. Итак, теперь оттенок Cherry, который очень похож на вишню. Вот такой вот он оттенок. Формула такая пудровая, матовая. Не слишком пигментированный, но в то же время он дает оттенок. Вот эти вот темные оттенки вообще никто не свочил. Я была первая, поэтому я, в принципе, ощутила, что они довольно пигментированные. Вот такой вот еще красивый ягодный оттенок Berry. И Mahogany. Это самый-самый темный. Давайте его тоже посвочим. Как видите, они довольно пигментированные. Просто тот Rose Wood очень затертый, из-за этого вообще мало передает оттенок. 4,4 грамма. Стоят они 40 долларов. Вот такие вот, с маленьким зеркалом. А вот еще Coral. Это тоже основная линейка. Там, в общем, изначально были розовенькие. И вот такие вот коралловые румяна. Розовый pink. И Coral такие вот оранжевенькие. Но он более светлый, чем Cherry. Cherry, он такой более насыщенный, более глубокий. Теперь у стенда Too Faced. И я здесь обнаружила новую тональную основу. Такую очень легкую, увлажняющую. Очень похожую в своей упаковке на когда-то знаменитую основу от MAC. Face & Body. И потом, мне кажется, Dior делал подобную упаковку, подобный продукт. И теперь время для Too Faced. Такая вот не очень, мне кажется, удобная упаковка. Это оттенок Snow. Давайте я сейчас его разнесу по всей руке. То есть это увлажняющая тональная основа. Очень легкая, посмотрите. То есть видно небольшое такое увлажнение на руке. Но написано, что она вроде как увлажняющая. В общем, здесь 30 SPF. 42 доллара она стоит. Она увлажняющая и должна носиться 24 часа. Я вообще была заинтригована. И поэтому попросила пробник. Буду тестировать. Обязательно с вами поделюсь. Расскажу вообще, она там 24 часа осталась. Что-то от нее или нет после 24 часов. А вот еще интересный бренд Fashion Fair. Я, мне кажется, о нем никогда еще не слышала. Ничего он вам не напоминает. Мне кажется, что это такой закос на Tom Ford. Но это только мое мнение. Белая красивая упаковка. Цены, конечно, пониже, чем у Tom Ford. Раза в два. Поэтому, возможно, они будут пользоваться популярностью. Но, не знаю, мне не очень нравятся бренды, которые пытаются закосить под какой-то другой бренд. Придумать уже что-то свое, да, ведь? Итак, Марио. Здесь у нас The Soft Pop Plumping Blush Whale. Вообще, немного напоминает этот продукт. Продукт от Jones Road. Да, такой увлажняющий, увлажняющий бальзам-румяна. Ну, в общем, Марио придумал какую-то свою форму увлажняющих румян. Таких, знаете, которые вот сияют. Что-то типа вот прозрачные, просто видно красоту сквозь них. Вроде как естественная красота, вот что-то подобное. Видите, очень сияющие, очень увлажняющие. Не знаю, как они вообще, стойкие или нет. И надеюсь, что ничего не прилипает. Вообще волосы к ним не прилипают. Но оттенки красивые, мне нравятся. Итак, а это бьюти-блендеры. И когда-то все началось с одного какого-то там спонжа, теперь уже тут целая коллекция. Есть спрей для фиксации макияжа, тональные основы, спонжики в четырех оттенках в основном размере. И есть также миниатюры. Кремовые румяна, пудры, посмотрите, чего только нет. Итак, Анастасия Берли-Хиллс, новая палетка Космос. И также здесь представлены другие палетки. Смотрите, палетка Modern Renaissance на скидке 50%. И еще Soft Glam, там есть большая и мини-версия. Ну, конечно же, нас с вами интересует самая новая палеточка. Это палетка Космоса. Такая вот она вообще очень сияющая, очень, как мне кажется, такая нестандартная, немножечко даже ярковатая, благодаря своим сияющим светлым оттенкам. Мне другие упаковки в плане, именно визуалы нравились больше, но, возможно, она будет таким образом дольше храниться в более чистом состоянии. А теперь давайте сравним эту палетку Космос с палеткой предыдущей, Rose Metals. Не знаю, что вы думаете. Мне кажется, что Rose Metals, она такая более какая-то утонченная, более какая-то спокойная, более взрослая. И мне кажется, Космос, она такая больше какая-то, знаете, такая веселая, дерзкая. И для тех, мне кажется, кто любит сияшки, кто любит, вот знаете, вот просто такое нереальное сияние, дохромы. Здесь, конечно, не дохромы клеонованные, но тоже дохромы. И мне нравится, что они не темные. И я еще, кстати, увидела, что у Анастасии есть кремовые бронзеры, я вообще не знала. Ну, может быть, я просто пропустила. Может быть, все знали, кроме меня. Такие, знаете, очень-очень плотные, такие кремовые. А вот еще такая палетка для скульптурирования от Makeup Parello. 85 долларов стоит, не знаю. Я сначала подумала, что одна сторона консилеры, а вторая скульпторы. Но похоже, это все скульпторы или хайлайтеры. Также у Makeup Parello вот такие вот очень странные, как мне кажется, продукты. Такой тройной сектор. То есть такие три разных оттенка пудры, которые смешиваются вместе. Я не знаю, если честно, но может быть, кому-то это нравится, подходит. Может быть, визажисты любят этим пользоваться, не знаю. Но я не знаю, лично мне не захотелось это купить. Может, я просто не знаю, как этим пользоваться. У Gwen Stefani появились вот такие вот интересные скульптурирующие палетки. Сверху это кремовый скульптор и снизу это пудра. Это самый светлый оттенок, который я сейчас показываю. То есть он, в принципе, не выглядит слишком рыжим, нет. Но он и не слишком холодный. Называется Heating Up. И вот такой вот спотч. Куда Бьюти добрались до Хода Бьюти. Она вообще выпускает, мне кажется, столько новинок, которых я вообще не знаю. Я только когда прихожу в Сифлору, узнаю. Оказывается, она выпустила новый увлажняющий консилер, который я попробовала в магазине просто на руке и поняла, что это очень-очень легкая, очень увлажняющая версия консилера. Это ничего, знаете, не супер замазка какая-то, очень увлажняющий, легкий такой тинт под глаза, то есть высветляющий. Ну, в общем, мне кажется, для тех, особенно у кого сухая кожа, может подойти, но я не знаю, я на себе лично не пробовала. И вот такие вот интересные тинты для щек и губ. Ну, оттенки были какие-то, мне кажется, странные. Может быть, надо наносить, смотреть, как они смотрятся именно на лице. Ну да, они тоже тинтующие очень сильно. Вот такое видео получилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Обязательно пишите, что вам понравилось в этом видео, а что вам не понравилось тоже, чтобы я могла улучшать свое видео. В общем, скажите, что заинтересовалось этой косметики, что не заинтересовало. А мы с вами увидимся очень скоро. Спасибо вам огромное. Всем пока.